ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что что-нибудь хорошее обязательно произойдет, то что-нибудь хорошее обязательно произойдет. Это уж мы вас заверяем. Утренний шоу «Автопилот» начинает свою работу в прямом эфире. Рядом со мной находится Сергей Гришнов. Ну а рядом со мной Светлана Казанцева. Еще одна утренняя мудрость. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была удивительной и замечательной, удивляйтесь и замечайте. Нет ничего проще. И тогда у вас точно все будет отлично. Рада вас приветствовать. Это утреннее шоу «Автопилот» в прямом эфире на телеканале «Саратов-24». Как сказали, работаем в прямом эфире. Это значит, что есть все средства связи. Да. Номер телефона прямого эфира 54-30-30. Также есть мобильный портал, который жаждет ваших сообщений. Доброго утра пожелайте своим близким. Не знаю, передайте привет, ну или поздравьте с каким-нибудь профессиональным праздником. И всю эту информацию мы зачитаем в прямом эфире. А также... А также, друзья, мы зачитаем все ваши комментарии, которые будут касаться тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Сегодня будет немало новостей. Сегодня будет, кстати, немало гостей, поэтому все средства связи должны быть у вас на готове. Мы их уже загрузили, они работают по полной программе. Но, и, кстати, вот что сегодня будет в программе и по поводу чего вам нужно реагировать у нас в прямом эфире, сейчас узнаем из нашего анонса. Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». Как с помощью скаркалки привести себя в форму? Куда отправиться сегодня после работы? И почему штаны-треники стали модными в этом сезоне? Я думаю, что у вас уже немало поводов написать нам смс-сообщение или позвонить. А что вы про штаны-треники? Штаны-треники. Куда отправиться после работы? Где помедитировать? В каком офисе это нужно сделать? Как похудеть в солнце скакалке? Ой, скакалка – это вообще отдельная история. Регулярно в сумке хламится, лежит, пылится и ничего не делает. То есть не скачешь? Не скачу. Какое-то странное слово, на самом деле. Утром ее воспринимаешь не совсем адекватно. Друзья, мы вернемся к вам сразу после программы «Саратов сегодня». Ее сегодня, да, именно сегодня для вас приведет Денис Титаренко. И он в подробностях расскажет, о чем договорились губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Москвы Сергей Собянин. А также он расскажет, какие дворы попали в объектив наших видеокамер и станут главными героями рубрики «Дворный отзор». Денис, тебе слово, но мы совсем скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Энергетически полезную зарядку на нашем телеканале. Не пропускайте ни одно занятие в нашем фитнес-клубе, который называется «Двигайся». Сегодня, кажется, будут проказы со скакалкой, поэтому, друзья, раскладывайте коврик. Ну и для разминки упали, отжались, а далее все подробно расскажет наш фитнес-тренер. Всем доброе утро! Меня зовут Павел Бочкарев, я ведущий спортивной рубрики «Двигайся». Не забывайте присылать свои письма к нам на электронную почту, и мы на них обязательно ответим. Сегодня я вам хочу показать, как начать бодрый день. Для этого нам необходима обычная скакалка. Не забываем про разминку, поэтому обязательно даже при таких простых упражнениях мы с вами разминаемся. Просто берем скакалку и делаем махи в разную сторону. И таким вот образом мы работаем примерно одну минуту. Помахали в сторону. Потом мы с вами приступаем к тому, что начинаем на этой самой скакалке прыгать. Стараемся не останавливаться и делаем прыжки на скакалке. Работаем примерно одну минуту. После того, как мы с вами выполнили комплекс упражнений на скакалке, одну минуту мы с вами сделали махи, одну минуту мы с вами попрыгали на скакалке, дальше мы делаем по 10 выпадов на каждую ногу. Делаем мы выпады шаговые. Не забываем то, что у нас колено за носок не выходит. Работаем ногой, которая делает выпад. Этой же ногой мы с вами отталкиваемся, меняем ногу, делаем выпад другой ногой. Также обязательно упираемся коленом в пол и не забываем про то, что носок за колено не выпадает. И возвращаемся в исходное положение. Делаем 10 выпадов. После этого обязательно делаем 10 приседаний. Садимся вниз, колени за носок не выходят, спина прямая. И 10 приседаний мы с вами работаем. После этого мы повторяем комплекс сначала. Можно сделать комплекс упражнений отдохнуть одну минуту и повторить тот же самый комплекс упражнений. Если вам уже стало легко, то мы количество кругов с каждым разом увеличиваем. А сегодня к нам поступил вопрос от Дмитрия, который спрашивает. При больших интенсивных нагрузках начинает колоть бок. Почему так происходит и что делать, чтобы этого избежать? Вообще, если у вас начал колоть бок, ничего в этом страшного нет. Это вполне физиологичный процесс. Почему так происходит при больших интенсивных нагрузках? Кровь, назовем так, из нашего резерва поступает в работающие мышцы и также распределяется по внутренним органам. Если нагрузка для вас чрезмерная и ваш организм не готов к такой нагрузке, кровь просто не успевает распределиться нужным образом и возникает давление. Если в правом боку, то в печени, если в левом боку, то в селезенке. За счет этого давления, например, печень давит просто на свою оболочку капсулу, в которой очень много нервных окончаний. Поэтому возникает такое неприятное ощущение. Вот чтобы это ощущение прошло, просто сбавьте темп или ненадолго остановитесь. Давление спадет и все пройдет. С вами был Павел Бочкарев, ведущий спортивной рубрики «Двигайся» и не забывайте присылать ваши вопросы к нам на электронную почту. Утреннее шоу «Автопилот» продолжается. Павел Бочкарев, что значит, если у вас колет? А если вас постоянно просто ломит во всех боках, потому что у вас болит пресс после тренировок с Пашей, когда у вас уже ноги отваливаются после прыжков на скакалке и вообще, знаете, Паша. Мы, конечно, мечтаем о вашей фигуре. Ну ничего, крепитесь, крепитесь, дорогие телезрители. Для здоровья это необходимо. Побольше физической активности и, соответственно, организм придет в тонус. наполнится энергией, кровоток улучшится, ну и так далее. Все, что нам говорят эти ученые. Эти фитнес-тренеры, все, что говорят. Ну что ж, мы напоминаем, что в новом сезоне шоу «Автопилот» мы с вами делимся полезными и интересными новостями, которые случились на территории Саратовской области, да и не только. И просим вас реагировать на эти новости посредством СМС-портала, странички ВКонтакте и телефона прямого эфира. И самое время с вами начать обсуждать одну из новостей. Двагис сделал подарок нашему городу в Кадню города и добавил на свои карты еще один дополнительный слой. Я, на самом деле, когда услышал про дополнительный слой, представил себе какой-то торт «Наполеон» или «Ледовик» и думаю, ммм, наверное, что-то вкусненькое. Где-нибудь в самой серединке. Так и есть. Самое вкусненькое они добавили на карты свои, на двагисовские. Итак, появился еще один новый слой, который называется «Город из Саратова». В нем собраны все главные достопримечательности нашего города с подробным описанием, с фотографиями, с характеристиками, любопытными фактами и с прочей-прочей полезной информацией. Итак, на данный момент на карте 7 достопримечательностей. Мост Саратов-Энгельс, естественно. Памятник Юрию Гагарину, цирк братьев Никитиных, журавли. Тут без лишних слов, я думаю, что никто не будет спорить относительно вот предыдущих достопримечательностей. И есть еще несколько достопримечательностей, которые также привлекут внимание как туристов, так и местных жителей. Это памятник Петру Столыпину, памятник Олегу Янковскому и дом-музей Борисова-Мусатова. Теперь вы можете узнать всю подробную информацию относительно этих достопримечательностей и можете расшарить их, ну, то есть поделиться с кем-нибудь. Такие раз отправились, скорее. Вот, посмотри-ка, это Янковский, это я. Я Янковский. Мы недавно познакомились, мы вместе сфотографировались. Мне кажется, это сделано прежде всего для туристов, которые приезжают в наш город. Мы недавно обсуждали новость о том, что отдыхать в Саратове очень выгодно, там порядка 1700 рублей стоит проживание на сутки, за сутки. Друзья, какие вы достопримечательностей добавили бы в этот список, спрашиваем вас мы, и хотим, чтобы вы написали нам свое сообщение на наш смс-портал, ну, или позвонили к нам по номеру телефона прямого эфира. И вообще, скажите, часто ли вы, когда отправляетесь в новый город, загружаете карты этого самого города, причем заблаговременно, будучи еще в своем родном городе. Это логично, я очень редко этим пользуюсь, честно тебе хочу сказать. Я захожу вроде как, типа, там, в Смоленск, посмотреть, погулять, поесть, и все. А вот знаешь, чем я пользуюсь? Чем? Я постоянно пользуюсь советами от Марии Белатой. Ой, ну это уже, знаешь... Она помогает, вот мне действительно помогает принять себе выбор, как мне стоит тратить деньги сегодня, или, может быть, нужно поэкономить. Вот она, меркантильная натурка-то, все о деньгах думает, да и о них единственных. Друзья, сейчас гороскоп от Марии Белат, смотрим, как провести сегодняшний день. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овин. Сегодня вам стоит проявить внимательность в разговорах с руководством или партнерами. Вас могут неверно понимать. Телец. Хороший день для деловых поездок и встреч. Близнецы. Опираясь на советы близких, сегодня вы сможете разрешить массу сложных вопросов. Рак. Давно откладывали ремонт, сегодня самое время начать его и закрыть старые вопросы. Лев. Яркие речи сегодня могут помочь вам в убеждении своих оппонентов. Дева. Хороший план на день поможет вам успеть все и везде. Весы. Отличный день для похода в спа-салон и любой заботы о себе. Скорпион. Не давите на ваших коллег и партнеров так сильно, им нужно время для принятия решения. Стрелец. Мелкие дела в начале дня могут забрать на себя все ваше время. Козирог. Желание серьезных достижений будет двигать вас к новым рубежам. Водолей. Изменение планов в течение дня потребует от вас гибкости и терпения. Рыбы. Финансовые поступления сегодня будут очень кстати для вас. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Ну а если вы уже присылали свои вопросы Марии Белат, просто дождитесь второй части нашей программы. Она обязательно ответит на вопросы самые интересные и самые точно заданные как раз таки уже через примерно час. Ну а кстати вопросы нашему гостю вы также можете уже задавать и писать их на наш мобильный портал. Номер телефона вы видите у себя периодически на экранах. А также заходите к нам в группу ВКонтакте, мы вас как раз там и спрашиваем, что сегодня модно. Да, и что спросить у Алины Ковалевой, которая придет к нам во втором части. Вот и все, взяла и рассекретила абсолютно все. Известный саратовский стилист Алина Ковалева, большой друг нашей редакции, сегодня окажется в нашей студии. Принесет целый ворох вещей, на которых подробно и понятно покажет. Что является трендом, что является антитрендом, что стоит выкинуть своего гардероба, что подарить друзьям своим меньшим, ну или просто подругам. Ну а что прикупить в этом сезоне для того, чтобы оставаться просто на пике популярности и быть звездой стрит-фэшена и уличной моды. Ну да. Ну а, кстати, саратовская область вообще богата на различные новости и мероприятия. И вот уже в эту субботу в поселке Ровном пройдет шестой ровненский арбузный парад. Представляешь, парад карнавал даже. И у нас во втором часе... И ровно в 12 часов твоя карета превратится в арбуз. Да-да-да, и семечки из нее высыпаются. Вот. Друзья, у нас во втором часе придет организатор этого мероприятия, который зовут Ольга Рынзина. Если у вас уже есть вопросы, во сколько будет это мероприятие? Я не знаю, сколько арбузов можно принести, да. Сколько блюд можно приготовить из одного арбуза? Нужно ли есть арбуз с хлебом, с медом или с огурцом? Или с сахаром. Или с сахаром. Ну, кстати, едят тоже так. Ну, бывает всякое. А, кстати, еще и консервируют. Арбуз вообще, значит, как только не используют. Какую мордочку стоит вырезать из этого арбуза? Что вкалывать в этот арбуз для того, чтобы он был самым сладким? Или стоит наслаждаться таким естественным вкусом? В общем, об этом во всем. Без последнего вопроса. Мы поговорим как раз-таки с нашей гостьей. Мы сегодня решили пригласить сразу двух людей, двух очаровательных дам к нам в эфир. Так что оставайтесь с нами, будет очень интересно. Ну, и также оставайтесь с нами и с рубрикой «Говорят дети». Сегодня мы у них спрашиваем, кто же самый красивый. Ну-ка, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее. «Говорят дети» – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, кто самый красивый. Моя мама. Девочки. Нас говорят. Мама. Так папа ее старше. Ну, моя сестра. Бабушка. Женщины. У них платья, юбки. Красивые сандальки. Потому что у них длинные волосы. Потому что у меня красивая мама. Ну, просто папа лысик. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail-sobaka-saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Когда одра добрая, тогда идет на телеканале «Саратов 24» шоу «Автопилот». Если вы проснулись и немножечко заикаетесь этим утром, ничего страшного. Сейчас вместе с нами сделаем разминку для вашего лица. Заулыбайтесь. Так что весь день вас будет просто не остановить. А причиной тому всего лишь мы, команда шоу «Автопилота», в лице огромного количества технических сотрудников и редакторов, которые сейчас за кадром. Ну и нас, Светлана Казанцева. И Сергея Гришнового. Друзья, рады приветствовать вас в прямом эфире. Значит, вы можете позвонить к нам по номеру телефона 54-30-30. Можете написать свои сообщения. Добрые, утренние, теплые, приятные. На наш мобильный портал. Ну или заходите к нам в группу ВКонтакте. И там мы сегодня вас просим задать вопрос нашему гостю, который придет во втором части, стилисту Алине Ковалевой. С ней поболтаем о самых модных тенденциях. Ну и про самые вкусные арбузы. Так, про брос можете тоже, в принципе, нам написать. Ну а сейчас цитата дня сегодняшнего, вчерашнего и будущего, грядущего. Ну мы так, знаете, сразу всеобъемлющие. Берем только великие высказывания великих людей. Сегодняшний день совершенно не исключение. И цитата сегодняшнего дня. Кому она принадлежит, расскажу немного позднее. А сейчас прям вот дословно. Все видят, как меняется Саратов. Появляются новые достопримечательности. Например, уникальный фонтан у нашего театра. И вы уже, наверное, догадываетесь, кому принадлежит эта цитата. Тем более, что экран подписан. Будет построена пешеходная зона. Организован пляж, о котором так долго мечтали жители нашего города. Это смелые планы, которые, я надеюсь, будут реализованы. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ашера. Ну, действительно, наш город меняется в последнее время. Очень много всего интересного появляется. Фонтан, например, пешеходная зона и так далее. Даже реставрация многих зданий производится. Так что, друзья, мы стремимся к совершенству. И надеемся, что совсем скоро жители нашего города, раз и навсегда, полюбят, оценят и будут хранить и ценить наш город. А еще хранить и ценить наш город можно за цифры, которые он нам дает. Ну, собственно, статистика очень приятная. Да, очень приятная статистика. Цифра у нас сегодняшнего дня 84. Именно столько процентов троллейбусов производится в Саратской области от общего количества в России. Большая часть троллейбусов, производимых в стране, это троллейбусы саратского производства завода Тролза. И поставляются они в Крым и даже в Аргентину. Представляешь? Ничего себе! Вот так так! Вот приезжаешь ты в Аргентину, а там хоп, и опять царатские виды. Приезжаешь в Аргентину, а их поставляют вместе с нашими кондукторами, которые заходят на Сино и говорят, кто проезд не оплатил, ну-ка, скинулись по 18 рублей. Или сколько проезд сейчас троллейбус стоит? Не важно, друзья. Главное, что нашими русскими рублями продолжают расплачиваться даже в Аргентине в наших троллейбусах. Ну так, двигаемся далее. И сейчас ваше внимание должен приковать следующий видеоматериал, который является у нас роликом сегодняшнего дня. И, друзья, внимание на экран. Вот она, великая, безбрежная, могучая река Волга, которая стала настоящим символом нашего города и тем местом, к которому стремятся летом все горожане, которые задыхаются от городского смога. Посмотри, какой у нас на самом деле зеленый город. Вот сейчас с высоты будут еще другие кадры, где показана именно жилая зона. Да, да. Но у нас довольно-таки много деревьев, я согласен с тобой. Ну, в общем, друзья, это аэросъемка города Саратова. Начинается она с набережной, ну и, естественно, показывает всю-всю-всю красоту и могущесть нашего города. Авторские права на эту съемку принадлежат Гришину Н.В. ООО «ЦГАЭС». Я не знаю, зачем я это читаю, но в общем, в этом видео есть автор и ему Гришин. И вот, посмотрите, друзья, мне кажется, такие виды, они должны в каком-то мобильном формате выходить и распространяться абсолютно по всей стране. Для того, чтобы туристы точно к нам приезжали, для того, чтобы люди из других городов видели, насколько красиво в нашем городе. На самом деле, прям гордостью переполняется сердце, когда ты видишь, какая, на самом деле, великая река Волга, и наш город, он, на самом деле, очень прекрасен. Гордостью, может быть, и переполняется, но ты, Светлана, не расплескай. Хорошо. Чтобы вся гордость осталась в твоем сердце. Ну, а мы двигаемся далее. На очереди рубрика «За нами хвост». За светом, кстати, вот уже там кое-кто вот так вот помахивает. Увиливает, увиливает. Да, а узнаем, о чем будет эта рубрика и про кого расскажут нам сегодня. Мы любим собак, потому что они умеют дружить и радоваться жизни. Но для того, чтобы они были такими оптимистами, их хозяинам важно заботиться о них правильно. Например, героиня нашей сегодняшней рубрики Настя точно знает особенности и повадки, и характер собак породы ретривер. Здравствуйте, Анастасия. Я знаю, что вы счастливая обладательница двух ретриверов. Могу точно сказать, что порода чудесная. В городских условиях это собака-компаньон. Это семейная собака, замечательная, на самом деле, для семьи. У этой собаки изначально удален ген злости. Соответственно, эта собака не будет кидаться, не будет бросаться на детей. Эта собака станет чудесным компаньоном для ребенка, для детей с особенностями. Также в России в меньшей степени, за рубежом в большей степени, эти собаки используются как собаки-поводыри, и также собаки, которые помогают своим хозяинам, страдающим астмой. Собака охотничья, то ей необходимо много гулять. В среднем, говорят, этой собаке нужно 4-5 часов активных прогулок. То есть эта собака может еще и к спорту приучить, к активному образу жизни. Да, да. Поэтому мы, например, наших друзей, у кого есть маленькие дети, подростки, говорим, ребят, берите такую собаку, и тогда ваши дети смогут научиться и спорту, и ранним подъемам, и прогулкам в любое время года, и при любой погоде. Давайте поговорим об уходе. Какие основные золотые правила? Лабрадорам не нужно так много расчесывания, как, например, голденам. За шерстью голденов уже необходимо следить хорошенько, потому что шерсть может просто спутаться. Вот у нас в дачных условиях необходимо постоянно расчесывать собаку, потому что она либо залезет в какую-нибудь грязь, либо в какую-нибудь траву, и вечно так мы все выдергиваем, выдергиваем. Что касается мытья собаки, то вообще эти собаки обожают воду, они обожают плавать, у них есть между пальцами перепонки, и у них есть клапаны в ушах и в носу. Настало время поговорить про кормление. Каждый хозяин выбирает на свой вкус кормить собаку натуральной пищей или сухой пищей. Как говорят специалисты, сухой корм сам по себе уже скомбинирован, и в нем находятся все необходимые микроэлементы и витамины для собаки. Что касается натурального корма, если мы говорим, например, о каких-то кашах с павлением мяса, то все равно необходимо собаке давать еще витамины. Настя, спасибо вам огромное. Сегодня мы узнали немного больше о собаках породы ретривер. Например, Настя нам рассказала, что эти собаки прекрасно ладят с компанией, с семьей, они очень дружелюбные, эти собаки могут стать прекрасными друзьями для особенных детей, а еще поводырями и помощниками для специальных служб. Среди собаководов нет единого мнения, чем лучше кормить ретриверов комбинированным кормом или натуральной пищей, поэтому выбор лежит за каждым хозяином. Среди собаководов ведутся споры, чем же лучше кормить ретриверов – сухим кормом или натуральной пищей. Выбор лежит на каждом хозяине отдельно. Помните, что эта собака требует продолжительных прогулок, так как очень любит активный образ жизни. А если у вас дома тоже живет питомец и вы знаете, как за ним ухаживать, напишите нам на почту, а наша съемочная группа приедет и снимет новый выпуск рубрики «За нами хвост» уже с вами. А я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Доброе утро, дорогие друзья! Привет, любимый город! Это шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». И сегодня, как анонсировали, мы будем говорить об арбузах. И уже вот в этом часе готовы вам представить программу шестого Ровенского арбузного парада, который совсем скоро состоится как раз-таки в Ровном. Но и для того, чтобы подробно рассказать об этом самом фестивале, об этом карнавале, об этом мероприятии, к нам из Ровного приехала Ольга Николаевна Рынтина. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть в нашей студии со Светланой Казанцевой. Ольга Николаевна уже на желтых диванах, для того, чтобы отвечать на все вопросы. Ольга Николаевна, ну расскажите нам о мероприятии, какая у нас будет программа и чем вы будете удивлять в этом году. Ну, вы знаете, в этом году у нас будет шестой арбузный парад карнавала. Ежегодно мы хотим чем-то удивить наших жителей, наших гостей. И хочу первое сказать о том, что наше мероприятие всегда проходит под девизом. Но в этом году, если в прошлом году у нас был девиз «Арбуз, батюшка, волга, матушка», мы совмещали эти два понятия, потому что у нас одно из красивейших мест, кстати, 16 километров ширина нашей Волги, приезжайте, посмотрите, то в этом году в рамках 80-летия Саратовской области мы проводим под девизом «Арбузный край, Саратовскую область прославляй». И вот под замечательным таким девизом мы готовим весь наш праздник. Хочу сказать, что, конечно же, у нас будет большое количество новых площадок, но самое главное – это наше карнавальное шествие, к которому готовится, я, наверное, не побоюсь этого, практически целый год. Мы даем задания, разрабатываем положение и каждый год меняем, чтобы и населению, и зрителям было интересно. В этом году одно из главных условий карнавального шествия – это небольшие стилизированные транспортные средства, как мы их называем. А, площадки, да, на которых традиционно и проходят? Нет, это транспортные средства, которые едят впереди. Коляски, например. Это может быть пони, у нас в прошлом году было. То есть абсолютно все, что вы придумаете, это может быть мотороллер, то есть садовая такая передвижная машина. Поэтому все, что угодно. Все на что угодно. Скажите, каким образом арбуз может вдохновлять уже на шесть карнавалов? Мне кажется, что шесть лет вдохновения арбузом – это очень много. Ой, если честно, когда карнавал заканчивается, мы всегда садимся и думаем, что же мы можем придумать на следующий год. Потому что тема-то ограниченная, надо сказать. И вы знаете, и мы очень рады тому, что и в этом году мы будем население и Саратовскую область, и гости, кстати, к нам приезжают из Камышина, они уже подтвердили свое участие, приглашаем людей. Ну, например, у нас всегда проходит конкурс на самый тяжелый арбуз. В этом году мы решили пойти дальше и сделать арбузный аукцион, где главным лотом будет победитель самый большой арбуз. Всегда у нас люди наряжаются в костюмы. И в этом году мы решили, почему бы нам не пойти дальше и не сделать такое, знаете, немножко претензионное у нас название «Арбузной столицы – арбузная мода». У нас будет демонстрация арбузных моделей. То есть это сразу после карнавала. Арбузный фэшн-виг. Да. То есть, вы знаете, ежегодно мы расширяем свою гастрономическую линейку. Если в прошлом году, там, какой-то год мы угощали арбузным киселем, какой-то год мы угощали фрешем, в этом году у нас такое очень замысловатое название. Главное у нас будет «Арбузная смьюзия». То есть, да, очень интересно. Слушайте, мы там придумали и арбузный мармелад, и арбузный хлеб. Это очень интересно будет у нас в музее. Я не знаю, можно ли раскрывать все свои секреты в этот праздник. Мы, конечно, ждем всех секретов. Я очень хочу, конечно, чтобы как можно больше жителей Саратовской области приехало к нам. Вы знаете, и хотелось бы, конечно, расширение площадок и расширение территорий. У нас ежегодно, кстати, мы ездили на разные... Кстати, и были в Камышине, в том числе на карнавале смотрели. Но это наш Ровенский парк арбузного периода. Ростовые фигуры, которые, например, у нас бабочки-арбузницы. То есть у нас грибы-арбузьоны и так далее. То есть все у нас на арбузную тему. И тематика у нас такая красно-зеленая. В этом году мы расширяем у нас флоры и фауна арбузная. Но думаем, что тоже будет успешно. Давайте посмотрим несколько снимков с предыдущих как раз-таки карнавалов. Для того, чтобы у наших телезрителей создалось окончательное представление, что же им нужно будет увидеть. А вас, Ольга Николаевна, попросим как раз-таки прокомментировать некоторые из представленных здесь работы снимков. Итак, как я понимаю, традиционное шествие. Ну да, традиционное шествие. Но я так думаю, что все абсолютно организации стараются... У нас арбузное сердце. Да, мы стараемся... Транспортное средство для короля. Ежегодно мы меняем транспортное средство. Негоже два года на одном и том же. Правильно. Да, да, царственное особе. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый год у нас по традиции Екатерина II приплывает у нас. В этом году будет у нас очень интересный свитый, тоже в арбузной тематике. У нас и фигуры. То есть всевозможные ходулисты. Один год ходулисты. Но мы стараемся, конечно же, не повторяться. Просто очень здорово, что ежегодно к нам примыкают и другие организации, даже которые и поменьше. То есть все хотят участвовать. Но у вас, я смотрю, весь город принимает участие, да, в параде? Вы знаете, нет. У нас весь район участвует. У нас и все муниципальные образования. У нас даже небольшие. То есть у нас общественная организация. Вот вы сейчас видите общественную организацию ветеранскую. У нас... Мы абсолютно рады всем идеям. Вот у нас там такие кукольные транспортные средства шутливые. Поэтому, конечно же, все очень здорово, если все будут участвовать в этом. Ну а какие еще развлекательные площадки? Вот вы сказали, что будет парк арбузного периода. А что еще? Ну вот я сказала об акуционе. Вы знаете, в этом году мы делаем новую площадку. Эта площадка называется... У нас слоган на каждой площадке. В этом году мясные блюда и арбуз замечательны на вкус. Решили соединить... Интересное сочетание. Возможно, да. У нас небольшая смотровая. У нас глава достаточно позиционирует нашу зону отдыха. И на набережной у нас не проходило. Мы так далеко не заходили. То есть все у нас было в пределах нашей площади. В этом году мы решили расширить. Это, наверное, будет интереснее даже для населения. Гулять, переходить от площадки к площадке. И на набережной решили сделать смотровую площадку. И там у нас будут представлены сурпа, уха, пьяный арбуз, мед, арбузные угощения. Но это вот будет одна площадка, которая будет бесплатная. О, как приятно. Там просто будет угощать. И, вы знаете, мы ездили, мы, кстати, были на фестивале клубники. То есть мы ездим, учимся и смотрим, то есть что у наших соседей, что можно где-то что-то перенять. Может быть, подсмотреть. Может быть, то есть что-то увидеть, поучиться. Но вот хочу сказать, что нигде не было почему-то частушек. В этом году мы решили вот на этой смотровой площадке сделать конкурсы частушек тематических. Арбузных. Да, да. И мне уже показали несколько вариантов. Очень интересные, очень смешные. Скажите, пожалуйста, у нас остается буквально 15 секунд эфирного времени. Мы не можем вас отпустить из нашей студии, пока вы не прольете свет на главный спор об арбузах. Как их выбирать? Стучать, бить, пробовать, крутить, взвешивать, смотреть, отсохло или присохло пипочка у них? Слушайте, самое главное, желтое пятно на арбузе. Вот именно желтое пятно на арбузе говорит о том, что арбуз у нас созрел. То есть поэтому смело его берите. И не бейте его. И, кстати говоря, в этом году наивкуснейшие арбузы. Зимний сейчас придет, а первый сбор замечательный арбуз, очень вкусный. Будем надеяться и встретимся как раз-таки в Ровном, чтобы попробовать. 17 сентября, 15.00, приезжайте к нам. Друзья, ну а у нас в гостях был организатор шестого Ровенского арбузного парада «Карнавала» Ольга Николаевна Рындина. Спасибо вам большое, что пролили свет на эти арбузные истории. И обязательно встретимся в Ровном. Мы будем очень рады. Друзья, далее на телеканале «Саратов-24» выпуск новостей. Передаем слово Денису Титаренко, который в подробностях расскажет, о чем же договорились губернатор Саратовской области и мэр Москвы. А также какой двор попал в объективы наших телекамер и стал главным героем рубрики «Дворнадзор». Оставайтесь на «Саратов-24». Сразу после новостей в утреннем шоу «Автопилот». Что стилист Алина Ковалева советует носить этой осенью? Кого наши маленькие эксперты считают самыми красивыми? И почему собаки породы «Голден-ретривер» идеально подойдут для семьи? Утреннее шоу «Автопилот» в прямом эфире на телеканале «Саратов-24». Доброе утро, дорогие горожане и жители нашей области. Меня зовут Сергей Гришнов. Меня зовут Светлана Казанцева. И мы уже в студии не одни. Вот вы уже видите такую замечательную меховую накидочку. И рядом с нами находится стилист Алина Ковалева. Алина, привет! Привет, привет, Алина! Это, надеюсь, вас не напугала моя меховая накидочка. Она не оживет и не съест вас. Слушай, после того, как у вас был хамелеон, многоножка, это не страшно. И тучи мыши совершенно. Привет еще раз. Надо видеть себя в нашей студии. Большой друг нашей телекомпании, ведущая рубрики «Про стиль» на телеканале «Саратов-24». Сегодня мы тебя позвали с классическим вопросом для осени. Что же является трендом? Как составить базовый осенний гардероб? И на какие вещи обратить внимание, когда гуляем по магазинам? Это самый часто задаваемый вопрос, когда только сентябрь начинает. Меня просто все начинают атаковать с этим вопросом. Но давайте сегодня так массово расскажу, что же у нас в тренде. Ликбез, да. Сейчас пройдемся по основным трендам, а потом я расскажу, что из них является базовыми вещами и во что лучше инвестировать в этом сезоне. Самый яркий тренд у нас в сезоне осень-зима – это дутые вещи, особенно пуховики. Это вот я только недавно себе приобрела такой эффектный белый пуховик. Он очень классный. Во-первых, на замену шубе приходит. Там шубы уже всем надоели. То есть шубы – это не актуально уже в этом сезоне? Ну, шубы уже нет. Ну, только если с цветного меха какие-то. И при том пуховики у нас в этом сезоне можно носить не просто, как обычно, а вот так вот спустив плечи и добавив какой-то… Ничего, что плечи мерзнут. Ничего, да? Ничего. Это все стерпит. Добавив какой-то многослойности образ таким образом, ну, образ таким образом. Можно сюда взять водолазку какую-то с высоким бортом. Опять же шарф какой-то объемный можно. Ну, и вот так вот как бы носить его на плечах. Мне кажется, так очень прикольно. Что-то новенькое, по крайней мере. Я, на самом деле, помню, как несколько лет назад подобные пуховики все называли дичью. Потому что говорили про Мейсона Мартина Марджелла, по-моему, который просто взял и закутал моделей в одеяло, в кокон, обнажив им плечи, все говорили – ноль функциональности, много объема, долой фигуру, зачем это все? И теперь мы видим это на обычной голове. Не, ну, дело в том, что моды все переходят к практичности, но если мы так в общем скажем, то общая тема всех показов – это такой гранж, немножко такая роковая жесткость. Но если сравнивать с 90-ми, на что делается ссыл, то сейчас вот этот вот гранж, он становится очень женственным, очень элегантным. Вот этот бельевой стиль, он лишь подчеркивает вот эту вот женственность и элегантность. Поэтому гранж стал таким очень благородным и мягким, чем раньше. Гранж голубых кровей. Странно это звучит. Мягкий гранж такой. Ну что, Алина, давай дальше пойдем. Да, еще один очень яркий тренд, на мой взгляд, это бархат, это главная фактура сезона. Практически все дизайнеры пустили в коллекции свои бархатные вещи. Я вот приобрела себе такой топ. Это очень такая яркая достаточно вещь в гардеробе. Я не скажу, что она базовая, она просто добавит такой изюминки и сделает вид, что вы в теме того, что происходит в моде. Просто одну вещь такую можно приобрести. С чем надеть эту блогу? На самом деле дизайнеры миксуют ее и с гладкой кожей, и с шелком, и с обычным трикотажем. Но в нашей русской действительности лучше какие-то нейтральные вещи надевать. Такой бархат, потому что сам по себе он достаточно яркий, самодостаточный. Чтобы акцент был один. Да, чтобы было одинаково. Можно же не только верх, но и низ бархатный. Да, конечно. Можно взять бархатное платье, либо бархатные брюки, бархатный жакет. Это все будет прикольно смотреться. Очень яркий тренд у нас такой отсыл к Голливуду. Блестки, пайетки, все такое яркое, блестящее. Ну, точно не останетесь незамеченными. Поэтому для какого-то вечернего выхода можно приобрести и такую фактуру. Ну, друзья, если вы хотите втихаря сходить на вечеринку, лучше такое платье не выбирать. Если вы хотите оказаться во всех фотоотчетах, вот это ваш выбор. Так, еще один яркий тренд такой, на мой взгляд, это плессированные юбки. Притом они уже какой сезон у нас в моде. И играют все только с длиной. Да, играют с длиной. Чуть покороче, чуть подлиннее. В этом сезоне очень актуальны металлизированные юбки. На мой взгляд, такую вещь можно отнести к разряду базовой, потому что она, во-первых, устраняет, удлиняет силуэт за счет своих вот этих полосок. И, в принципе, смотрится такой яркой деталью. Надо слышать универсально, то есть можно любой верх на это. Да, конечно, любой, однотонный верх, либо можно даже принт какой-то. Поэтому советую приобрести, тем более во всех масс-маркетах сейчас представлены подобные юбки. Алина, но это все-таки повседневная вещь или праздничная? Вы знаете, я вот ношу ее и так, и так. Если праздничная, то каблук. Если повседневная, то я могу надеть и с кроссовками. Ну и, в принципе, в офис тоже можно. Да, универсальная вещь, то есть я бы вот инвестировала в нее. Но мне кажется, вот в одной вещи в офис лучше не заходить, это вот первая вешалочка от тебя. Вот это? Но только если без галтера... На самом деле, сейчас очень актуальны рюши-валаны, они тоже остались с весенне-летнего сезона. И вот эта вот тематика такой викторианской эпохи, какого-то тоже вот... Легкая готика. Легкая готика, да. Поэтому вот какие-то прозрачные блузочки такие, они имеют место быть. Конечно, если вы идете куда-то в такое место, лучше надеть какой-то топ, например, туда. Или пиджак. Сверху. Но вот такая фактура, она придаст вам загадочности какой-то такой. Опять же, если человек хочет оставаться в тренде, но подобные вещи ему не совсем по вкусу, он может выбрать какие-то аксессуары, сделанные из этой ткани. Ну, например, чокер, да. Или может быть сумка, которая сделана с такими элементами. Да, согласна. А чокер до сих пор в моде? Посмотри на Алину. Я на самом деле ношу это потому, что мне нравится. На самом деле они уже немножечко отходят от своей такой яркой актуальности. Но я считаю, что как элемент стиля можно использовать в разных интерпретациях его. Слушай, Алина, а вот ты веришь в то, что для того, чтобы быть модной и красивой, нужно обязательно большой гардероб иметь, то есть широкий? И, например... Иметь гардеробную, ты хотел сказать. Гардеробную, да, с большим количеством туфель, я не знаю, нарядов, всего остального. Нет, я так не считаю. Я считаю, что какая-то база, она определенно должна быть. Но каждый сезон, когда появляются какие-то новинки актуальные, например, вот бархат, например, в прошлом сезоне она не так была актуальной, и вы сразу можете увидеть, что это что-то новенькое. То есть каждый сезон я рекомендую покупать по одной-две таких трендовых вещи, чтобы показать, что вы идете в ногу со временем. Но на самом деле весь гардероб, он должен быть каким-то основным и достаточно базовым. Просто добавлять туда вот вкрапления таких актуальных. Чтобы он комбинирующийся с собой вот этими модными вкраплениями. Но вот я как понимаю, брюки и юбка, которые у нас здесь представлены, это как раз базовая история. Да, они достаточно базовые. Притом сейчас очень актуальна полоска, поэтому я вот приобрела себе брюки в мелкую полоску. Также можно сюда добавить какой-то пиджак тоже полосатый. То есть вот полосатый костюм, это прям самый-самый писк сейчас. Но мне кажется, всех очень интересует подвернута ли штанина, заужена ли она и какой высоты. В данном случае она немножко подвернута, но сейчас настолько экспериментируют дизайнеры из длиной и с видом расколешения, что можно выбрать тот, который больше по фигуре вам подходит. Ну вот с какой обуви лучше всего сочетать такие брюки? Мне вот нравится, конечно, с лодочками, но я ношусь белыми кроссовками, кедами такими абсолютно. Белую футболку надеваете и вообще супер. То есть не бояться эксперимента? Нет, конечно. К черту условности, здесь гранж, понимаешь? Так, ну и еще одна такая достаточно базовая вещь, это все вещи из кожи, латекса, винила. То есть я вот еще не приобрела себе, например, очень хочу пальто такое лакированное. Но это опять-таки одна деталь, которая добавляет вот этого шика, остальное все должно быть очень нейтральным. Ну вот у меня пока что кожаная юбка достаточно тоже базовая, совсем сочетается. Ну цвет лучше черный выбирать или так же можно экспериментировать? Ой, так же можно экспериментировать, мне нравится бордовый, изумрудный, что-то такое. А что касается отверстий в юбке, стоит ли выбирать... Отверстий? Каких отверстий? Ну я имею в виду перфорацию, которые увлекались. А, перфорация, ну перфорация не так актуальна сейчас в осенне-зимнем сезоне будет. И не так практично. Да, и не так практично. Но какие-то элементы на одежде могут быть с помощью нее оформлены. Ну и, конечно, Михаила. Да, Алина, мы добрались. Мы добрались до нее. На самом деле, когда я ее одеваю, все у меня спрашивают, что с тобой, Алина, сегодня такое. Я думаю, ты и сама себе такие вопросы задаешь. Я иногда экспериментирую, потому что сейчас в моде вот такие горжетки какие-то, необычные шарфы. Их можно, например, надеть вот так и пропустить через пояс. Можно просто надеть как шарф. То есть, ну опять-таки эксперименты, насколько вы готовы. Я, например, еще использую ее, например, если иду куда-то на вечер, просто беру ее вот так вот, как элемент. Ну и что, если мне станет холодно, я накину, а вообще еще лето, поэтому можно походить и так. Алина, на самом деле, в прошлом году были вот модные вот такие платья меховые. Сейчас. Ой, что-то я не помню такого. А нам стилист рассказывал, да, о том, что на Новый год лучше всего было наряжаться в меховые вот такие платья. А, именно из меха, там, например, из пони, что-то такое. Да, да, да. Да, до сих пор сохранилась такая тенденция. Даже вот какие-то велюровые вещи, что-то вот такое вот из пони сделано. Это тоже актуально. Но тут, опять-таки, главное не переборщить, потому что фактура очень такая самодостаточная, что-то прям очень нейтральное. Наверное, надо с хорошей фигурой только такие вещи использовать. Ну, дело в том, что вот что касается вопроса, идут ли трендовые вещи только худеньким и стройным, я могу сказать, что лично я там себя считаю худенькой и стройной, но абсолютно не все вещи на мне сидят. То есть здесь, опять-таки, неважно, какая у вас фигура, нужно подбирать, искать, ошибаться и искать что-то свое, потому что... Вот у нас как раз в эту тему Анна Лабе, наша телезрительница, постоянно написала вопрос. Можно ли выглядеть стройнее с помощью одежды? Хотя я вас был слышен твоего комментария. Да, стройнее, конечно, можно выглядеть. Нужно знать особенности своей фигуры. Уже давно всем известные приемы. То, что там лучше такую-то длину, тем, кто полненький. Лучше вертикаль какую-то делает, да? Да, лучше вертикаль, там какие-нибудь угловатые вырезы. Но, опять-таки, можно найти такое платье, пойти в примерочную, одеть его, и вы абсолютно будете выглядеть не супер, потому что, ну, просто, кроя каждой марки, он индивидуален. Нужно постоянно находить что-то свое. Дело в том, что шоппинг – это огромный труд. И не у всех хватает терпения действительно искать идеальную вещь для себя. Поэтому прибегают к помощи стилистов в этом случае. Ты ничего не сказала про мужчин. Как выглядеть нам в этом осенне-зимнем периоде? Не люблю этот вопрос. Ты же понимаешь, что я не мог его не задать? Мне кажется, мужчины каждый раз одеваются одинаково. Так. Ну, может быть, в этом году мы поменяем какую-то обувь, мы изменим длину брюк. Может быть, тоже на бархатные пиджаки войдут в моду или что-то? Ну, либо в мер. Я думаю, мы живем немножко не в той стране, где следует каким-то экстравагантным мерам прибегать. Мужчины все так же должны выглядеть опрятно, упоженно, как ты, Сережа. Ой. Здесь становится жарко. Вот еще один прям буквально вопрос. Ты ничего не сказала про головные уборы. Вот что сейчас? Да, по поводу аксессуаров еще хотела сказать. Что касается обуви, сейчас очень актуальна платформа. То есть это толстый каблук, открытая явно платформа. По поводу сумок, очень актуальные микросумки на широком ремне. То есть когда ремень сменный, например, может быть такой ремень. Мы говорим про клач или про функциональную маленькую сумочку? Про функциональную маленькую сумочку, но у нее сменные ремни, которые расшиты там стразами, какими-то перьями, пушками, меховушками, клепками. Вот это все очень круто, когда ты меняешь ремень. Также различные брелки, при том брелки меховые очень актуальны. Типа как хвост висит. Я помню, когда-то в далекой своей молодости такие были тоже актуальны. Вот. Очень актуальны вуали. Если вы идете, может быть, на какое-то такое экстравагантное мероприятие, можно надеть какую-то вуальку. Ну, это вот что касается таких микротрендов, которые будут, которые тоже выдадут от вас человека со вкусом. Я все не устаю вспоминать моду лет пяти или шести летней давности. И тогда все обращали внимание. Либо на сумку, либо на обувь, либо на какой-то плач. И это и называли, да, и чус, и бэк, и такими вот трендами. В этом году есть какой-то один аксессуар, на который нужно обратить прям пристальное внимание? Ну, вот да, на сумку с широким ремнем я бы обратила внимание. То есть эпоха и бэк возвращается. Дело в том, что сейчас есть очень такой яркий тренд, тоже такой отсыл к 90-м, когда была популярна эта логомания, когда на сумке, на всю сумку написано Гуччи, Луи Виттон или еще что-то. И это тоже является, раньше это было без вкусти, а сейчас такой актуальный тренд достаточно, тоже является показателем того, что вы так смотрите за мной. Друзья, все по магазинам за новыми трендовыми вещами. Алина Ковалева неспроста встала в столь ранний час, принесла половину своего гардероба. Ну, или я не буду, ладно, претендовать на размер. Я думаю, что какую-нибудь маленькую часть только. По магазинам за модными трендовыми вещами для того, чтобы выглядеть просто на пять с плюсом. И чтобы на всех вечеринках фотографы снимали только вас, а на улице вы ловили восторженные взгляды. Спасибо большое, Алина, что пришла. Спасибо вам, ребята. Дорогие телезрительницы, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока. Мы увидимся сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на телеканале Саратов-24. Доброе утро, наш любимый город. Просыпайтесь вместе с программой Автопилоты. Между прочим, на часах уже 8.36. А это значит, что нужно достать из шкафчика все свои самые модные вещи для того, чтобы блистать на работе. Ну, а для того, чтобы вы на эту работу не опоздали, Сергей Гришнов сейчас расскажет о пробках. Ну, а для того, чтобы вы на эту работу не опоздали, вот так выходим. Мы с дома берем с собой гаджет, на котором загружено мобильное приложение Саратов-24. Смотрим прямой эфир, например, в автомобиле, в автобусе, в газели, в трамвае, троллейбусе, который, кстати, 84% делается на экспорт. Ну и, друзья, естественно, не попадаем в пробки. Сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность дорог в нашем городе сейчас на целых 5 баллов, что, на самом деле, друзья, немало, и вам нужно быть на чеку, чтобы вовремя добираться до работы. Я помню, как в июне мы обозревали пробки и говорили, ха, 2 балла, скука! Вот, друзья, настоящие квесты этим утром ждет вас в городе, как добраться до работы и не опоздать на собрание. Проспект энтузиастов стоит на подъезде к кольцу стадиона «Волга» и далее до улицы Орджоникидзе. И стоит он там прямо вот капитально. Скорость движения не более 3 км в час. Ответвление, кстати, на Новоастраханское шоссе после кольца стадиона «Волга» также простаивает, потому что там, как раз-таки на Новоастраханском, неподалеку от развязки от стадиона «Волга» произошла авария. Проехать там проблематично. Еще одна авария на улице Орджоникидзе на середине, где вас тоже будет встречать пробка. И, будьте уверены, вы не быстро из нее выберетесь. Поэтому из дома выходите поскорее и загружайте мобильное приложение. Улицы Чернышевского едет без проблем до Радищева. Около Радищева несколько драгоценных минут вы потеряете, но потом их наверстаете. Не волнуйтесь, потому что до предмостовой площади будете ехать со скоростью 30 км в час. Предмостовая площадь съезд на мост желтым цветом окрашена это 25 км в час. Выезд с моста из Энгельсов-Саратов чуть-чуть посвободнее. Там можете ехать с максимально разрешенной скоростью. Ну и, кстати, мы обычно обозреваем предмостовую, но вот не смотрим на Соколовую. Соколовая в сторону центра Саратова абсолютно свободна. И точно так же свободен мост Саратов-Энгельс во всех направлениях. Можете ехать без проблем. Ну вот в Энгельсе есть небольшой затор на улице Лесозаводской. На подъезде к улице Трудовая здесь стоит пробка. По Трудовой также пробка на пересечении с Лесозаводской. Ну и вот после этого перекрестка до моста будете ехать со скоростью 25 км в час. Дорогие покровчане, запасайтесь временем. Надеемся, доберетесь до работы вовремя. Итак, Кузь-Курдемское шоссе, следующий пункт обзора. После улицы Прудовой до Кольца Строительного рынка скорость движения всего лишь 10 км в час. Кольцо едет более-менее бодро, и улица Аэропорт в сторону центра тоже едет без проблем. На Вашино Танкистов удивительное рядом. Но на На Вашино нет пробки. Она стоит только по Танкистов, но зато стоит основательно. Так что и на Вашино бы тоже хватило. Скорость движения не более 3 км в час. Перемещаемся с Вами на выезд из Ленинского района. Посмотрим на 50 лет октября, на этот проспект и на улицу Шихурдина. Но, кстати, немножко ранее забежим. Проспект Строителей по направлению в центр тоже стоит, причем стоит довольно основательно. Там потеряете довольно много времени. Скорость движения не более 4 км в час. И аналогичная история с Московским шоссе, который потом станет улицей Шихурдина. Но вот если едете этой дорогой, то как только минуете пробки, все на НИИ, на Строителях и на Московском шоссе, то по Шихурдина будете ехать без проблем до самой Соколовой улицы. Да и далее. Кстати, Соколовая будет стоять только на пересечении Станкистов. А так можно проехать без проблем. А вот если выбираете проспект 50 лет октября, то тут огонь, лед, ветер, снегопад, дожди. Все вам на пути будет встречаться. Ну вот прям начнем с Третьей дачной. Едем вроде как первые 500 метров без проблем. Далее скорость движения будет 20 км в час. Далее будем стоять, причем основательно, всего лишь 5 км. Ну вот после торгового центра сможем ехать с вами до первой дачной и со скоростью 25. А вот на первой дачной капитальная пробка вплоть до Стрелки, до моста через железную дорогу. Здесь скорость движения всего лишь 3 км в час. Встречное движение, кстати, аналогично. Вот точь-в-точь повторяет движение по направлению в центр. Центр города, на нем сейчас остановимся поподробнее. Все окрашено желтым цветом. Серьезных заторов не замечено. Исключение составляет только развязка около стадиона «Локомотив». Там произошла авария и красным цветом отмечено довольно-таки много улиц. Ну и на Астраханской, только между Казачьей и Московской, небольшое затруднение есть. Далее будете ехать без проблем, без заторов и без каких бы то ни было передряг. О пробках все. Далее о погоде расскажет вам Светлана. Светлана, что там с погодой? С погодой тоже не очень хорошо на самом деле. Арбузы можно собирать или лучше не выходить из дома? Подождем. Друзья, итак, подробнее о погоде. В четверг, 15 сентября в Саратове и Энгельсе небольшой дождь. Ветер северный, 4,2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр дутного столба. И днем температура воздуха прогреется до плюс 14, а ночью она опустится до плюс 10. Что ты говорила с ветром там? С ветром и с дождем там сегодня все. А ветер какой? Быстрый, сильный? 4,2 метра в секунду. Вот так вот будет Калина развиваться на этом ветру. Это не шутки совершенно. Да, друзья, вот так она будет развиваться на ветру. И, кстати, на улицу лучше сегодня носа не казать. А вот куда стоит сходить и чем заняться, расскажет очаровательная Анастасия Куклева. Анастасия Куклева Доброго времени суток, дорогие телезрители. Желаю вам я, Анастасия Куклева. Это Афиша. И сегодня я расскажу вам о самых интересных мероприятиях этой рабочей недели. Я абсолютно уверена, что серых будней не бывает. Они просто невозможны, особенно в таком разноцветном городе, как Саратов. Спектакли для любителей посмотреть, выставки для любителей поразмышлять, фестивали для любителей поделать. Обо всем по порядку прямо сейчас. А вы знали, что во втором веке до нашей эры уже существовали пуговицы? Представляете, как они могли выглядеть? А женские и мужские аксессуары шестого века видели когда-нибудь? Ну а шпагу героя Бородинского сражения вы хотя бы раз в жизни в руках держали? Нет? Тогда скорее отправляйтесь в Радичевский музей. Туда на днях привезли уникальную коллекцию и собрание Государственного исторического музея «Янтарь, коралл и жемчуг». Экспозиция насчитывает 242 предмета. Главным экспонатом стала уникальная икона Ахтирской Богоматери. Она выставлена в обрамлении из драгоценных изделий – сапфиров, алмазов и магарида XIX века. Кроме этого, на выставке представлены жемчужные серьги, оформленные старинными самоцветами. А также элементы царской одежды с жемчугом. Кроме этого, каждый из вас сможет познакомиться на выставке с изящными коралловыми камеями, брошами XIX века итальянского производства, парадным оружием, выполненным мастерами Турецкой империи. А особой изюминкой выставки стала уникальная шпага героя Бородинского сражения – генерала-лейтенанта Дорохова. Адресная папка князя Долгорухова, а также настольные часы, сделанные ведущими мастерами Фаберже. Такие уникальные экспонаты, да еще и в одном месте, вы вряд ли увидите. Поэтому поспешите на выставку. Хотите подержать на руках больших ящериц, сфотографироваться со змейкой и узнать много нового об улитках? Тогда порадуйте себя и своих близких общением с животными и загляните на выставку экзотических питомцев «Тайм-кафе Лофт». Интересно там будет как маленьким, так и взрослым. Например, большие гости на выставке смогут самостоятельно покормить хищную черепаху, летучую мышь, зеленую ящерицу и лягушку. Маленькие гости выставки ждут приятные сюрпризы, подарки и конкурсы. Выставка экзотических питомцев будет работать только один день. Поэтому не упустите возможность, соберите родственников, друзей и знакомых и отправляйтесь за яркими впечатлениями. Кстати, входной билет, как всегда, по смешной цене. И не соизмерим с уровнем позитива на выходе. А вы знали, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли? А в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. И это только одна пальчиковая батарейка. А представляете, какой урон окружающей природе мы наносим, ежедневно выкидывая мусор? Предлагаю беречь природу и более разумно к этому подходить. Например, сдавать макулатуру. Ближайший сбор вторичного сырья пройдет в Саратове 17 сентября. Самое главное, приносите предварительно отобранное и аксортированное вторсырье, а не мусор. Обязательно отклеивать от всех банок, канистр и бутылок этикетки. Тара должна быть пустой, чистой и без остатков еды и жидкостей. Кстати, на сдаче вторсырья можно еще и заработать. За один килограмм газет или журналов организаторы готовы заплатить 2 рубля. Минимальная партия должна быть не менее 10 килограммов. Упакована в коробку, связку или мешок. На старую бытовую технику расценки выше. Стиральная машинка «Сибирь» стоит 250 рублей, холодильник – 100 рублей. А за снятый с учета и не подлежащий восстановлению автомобиль, организаторы готовы заплатить вам аж целую тысячу рублей. Не будьте равнодушны к экологическим проблемам города и примите участие в акции. Пройдет она 17 сентября на Эльинской площади в районе школы номер 62. С 1 утра до 14 часов дня. На этом наш список мероприятий подошел к концу. Теперь вы знаете все о культурных и околокультурных событиях этой недели. Надеюсь, что она запомнится вам насыщенной и интересной. Кстати, потом не забудьте поделиться с нами впечатлениями. А сделать это просто. Загрузите фотографии со своего отдыха в социальные сети и поставьте хэштег «Афиша Саратов 24» и просто «Саратов 24». Мы обязательно все прочитаем и оценим. Я, Настасья Куклева, с вами прощаюсь. Помните, осень в Саратове прекрасна и очаровательна. Особенно, когда есть чем заняться. Не сидите дома, ведь в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Доброе утро, дорогие друзья. Мы тут немножечко арбузика лопаем, поэтому вам желаем приятного аппетита, как и мы друг другу тоже желаем. Да, арбузик-то, кстати, из Ровного был. Да, потому что уже совсем скоро кто? Шестой Ровенский карнавал-парад арбузов состоится. У нас сегодня в гостях была Ольга Рынтина, которая является организатором этого фестиваля. Сегодня мы вообще богаты на гостях. Сегодня Алина Ковалева рассказывала про тренды. Но теперь самое главное нам с тобой, советую, не упустить нашу миссию. Заглянуть в Инстаграм, посмотреть, что там происходит. Ну давай прямо сейчас это сделаем. Поехали, посмотрим, какие лучшие снимки мы решили взять себе в подборку. Вы знаете, все лето мы жили... Это саратовское небо. Да, мы жили очень скучно. Небо было просто безоблачным. Простым, обыкновенным, плоским, я бы сказал. И тут, знаете ли, пасмурная неделька подарила нам такие потрясающие виды. Кучевые облака, да, наверное, что так называется. Очень классные облака, которые были замечены пользователем Инстаграмом. Облака просто нечто на солнце, смотри, как это... А предыдущие что делали? Хмурились? А интересно, что здесь за облака? А здесь пелена черная сплошная, понимаешь? Если бы даже здесь были облака, они бы плакали. Плачут небеса о тебе, о тебе. Вот так вот нужно проиллюстрировать эту зарисовочку. А мне кажется, это летнее небо все-таки. Ну вот ты знаешь, у нас сейчас колбасит. У нас то летнее небо, то прям по-настоящему осеннее. И этим, мне кажется, и хорош сентябрь. Здесь есть все. Сентябрь хорош всем, кроме вот погоды, которая сейчас у нас за окном. Да, бросьте. Самое главное утеплиться и сделать это в традициях современной моды. Сделать это... Трендовая штучка такая. Это осень. Это осень трендовая, да. И очень рано начали носить теплые вещи этой осенью. Друзья, ну и сейчас не об этом разговор, а разговор о том, что Мария Билат подготовила ответ на один из вопросов наших телезрителей. Вы у нее спрашиваете, не знаю, о своей жизни, о работе, да, о работе, о том, как принять то или иное решение. И вот кому-то из вас сегодня повезет Мария Билат ответить на вопрос. Доброе утро. Каждый день на мою почту приходит множество вопросов от вас. Я выбираю самые интересные и отвечаю на них. Сегодня будет вопрос от Вероники. Вероника пишет. Ожидаю ребенка. Хочу узнать, кто родится, мальчик или девочка. Вероника, я, конечно, не маг и не волшебник. И даже не медицинский астролог. Но некую вероятность можно посмотреть. Больше у вас проявляется мужская энергия. Скорее всего, это будет мальчик. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Ну так все просто. Вы спрашивали, Мария Билат отвечает. Скорее всего, будет мальчик. Если у вас тоже есть важные вопросы в вашей жизни, задавайте их, Мария Билат. Она обязательно на все ответит. Ну и, кстати, можете задавать вопросы и нам. Например, с помощью нашего смс-портала. Мы вам тоже что-нибудь интересное ответим. Да, ну сейчас зачитаем. Также можете позвонить к нам по номеру телефона прямого эфира 54-30-30. Ну или заходите к нам в группу ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии, фотографии. Обязательно все выкладывайте с хэштегом Сарадом24. Ну а сейчас, пока мы листали смс-портал, пришло время поговорить об одном из событий, которые мы хотели бы проанонсировать. Уже сегодня, между прочим, в филармонии пройдет фортепианный концерт, который будет проводиться при участии Академического симфонического оркестра. Прозвучат известные произведения. И, кстати, это мероприятие, этот концерт начнется уже в 18.30. Так что, друзья, не знаете, как распланировать свой вечер? Пожалуйста, филармония открывает свои двери для вас. Ну, пока будете идти в филармонию, можете сфотографировать какие-то виды нашего города и попасть в рубрику «Городские зарисовки», которую сейчас хотим вам представить. Так, друзья, очередная городская зарисовка, которой с удовольствием мы с вами поделимся. Вот она! Фонарь, который растет из Волги. Это водоросль 90-го уровня. Посадили фонарик, да. Да, которая начала расти из Волги. На самом деле, просто опытные фотохудожники могут подобрать нужный ракурс для того, чтобы создать такую вот немножечко оксюморонную историю. А может быть, это просто очень старый фонарь, который еще находился там до того, как Волга разлилась. Слушай, это я пытаюсь представить себе какой-то год, но теряюсь, теряюсь даже в догадках. Если у вас есть любопытные фотографии, которыми вы хотели бы поделиться, выкладывайте их в сеть, их с хэштегом «Саратов24» на русском или на латинском языке. Обязательно все посмотрим, возьмем себе в программу, прокомментируем, поставим лайки, ну и вообще выведем ваш пост суперпопулярный в Инстаграме. Обязательно выведем, друзья. Ну а также вообще «Саратовская земля» богата, богата на события и новости. И у нас есть еще одно интересное событие, которое пройдет в ближайшее время. И это для тех, кто любит крутую музыку. Сегодня в 8 часов вечера состоится концерт группы «Блиндбой Тиндер» из города, я хотел сказать, из страны, имя которой Аргентина. Амар Итковичи – это известный гитарист, который очень много выступает на территории Соединенных Штатов Америки, Латинской Америки и, конечно же, в России. В нашей стране Амар известен в первую очередь как блюзмен. Ну, оно и понятно, его музыка только таким образом может характеризироваться как блюз. Еще он блестяще исполняет, внимание, корневой чикагский блюз. То есть он еще и эстет разбирается во всяких жанрах и в них совершенствуется. В сентябре 16-го года он устроит очередной раз концерт на территории России и представит как раз-таки свой проект. И пройдет он в Саратове. Ну, подожди, рано, рано. Рано раскрываю все классы. И представит как раз-таки свой коллектив в основном составе, составе как раз-таки «Блиндбой Тиндер». И, друзья, что важно, в России он объедет не очень много городов, но в том числе и будет Саратов. И если вы об этом событии ничего не знали и вдруг решили отправиться на него, то сегодня в 8 вечера ничего не планируете. И встретимся с вами на улице Октябрьской, 43, где в подвальчике есть маленький милый рок-бар, в котором как раз-таки Амара выступит. Ну да, кстати, можете написать нам свое сообщение и сказать, пойдете вы туда или нет. Какая компания соберется у нас сегодня вечером в этом заведении? Да, пишите. И, кстати, друзья, мы с вами сегодня обсуждали очень много интересных новостей и событий. Сегодня мы о чем разговаривали? О Ровенском параде, который состоится уже в эту субботу. Говорили вам о том, что сегодня можно отправиться в филармонию, послушать фортепианный концерт, можно сходить на рок, собственно, послушать виртуоза, который играет. Амара. Какой он там играет? Корневой чикагский блюз. Корневой чикагский блюз. На некоторые наши новости вы реагировали у нас на смс-портале. Так, например, арбузы вызвали самое большое количество вопросов и комментариев. Ну, кстати, вопросов было немного, мы их предвосхитили, спросив, каким же образом выбрать арбуз. Ну, вот, например, Михаил пишет, я всегда сильно сжимаю арбуз. Если слышу звонкий хруст, значит, он готов. Если слышу глухой, значит, я не готов. А, Михаил, кто после вас мятые арбузы будет покупать? Кому они теперь нажимают? Ну, а помнишь, как Ольга Рынзина сказала о том, что самое главное, что на нем было желтое пятно такое, значит, он точно с белой. Вот, вот, Михаил, пользуйтесь нормальными лайфхаками, довольно уже там мять всех подряд. Анастасия нам написала смс-сообщение, и она спрашивала относительно того, как же выглядеть супер... Вот я сейчас прямо процитирую, как выглядеть супер-ультрамодной этой осенью, при этом скрыть недостатки фигуры. Мне кажется, Алина Ковалева тоже во всех подробностях рассказала, как выбраться, но главное, знать особенности своей фигуры. Да, и про бархатные эти наряды, и про кожу. В этих нарядах можно отправиться на любое мероприятие. Да, друзья, спасибо большое, что писали нам смс-сообщение этим утром, спасибо большое, что смотрели шоу Автопилот на телеканале Саратов-24. Обещаем вас радовать уже завтра, и уже завтра представить для вас новую подборку, как из Инстаграма, так и из глобальной сети. И, конечно же, все эти новости и события будут иметь непосредственное отношение к Саратовской области и к вам, дорогие жители нашей необъятной области. Смотрите нас в каждом уголочке страны, мира, галактики. С помощью мобильного приложения Саратов-24 качайте его в App Store и Google Play, и будьте с нами на связи. Все, все рассказал. Сергей Гришнов с вами был, Светлана Казанцева, утреннее шоу Автопилот прощается с вами. До завтра, пока-пока. Нет, такое ощущение, что я бы еще пару часов провел, но вы устанете. Только завтра, завтра. Да, все, пока, до завтра, счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!